Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня хотел бы посвятить эфир судебному процессу, который сейчас происходит в Алматы. Суд над тремя матерями и Ануаром Аширалеевым, инвалидом второй группы. Сегодня было немало людей, свыше 100 человек, которые пришли поддержать матерей и Ануара Аширалеева. Я хотел бы коротко напомнить, в чем суть, в чем их обвиняют, в чем обвиняют матерей. Это Оксана Шевчук, мать четырех детей, у нее есть дочь грудникового возраста. Это Жзерадюмевова, тоже мать. Это Гульзипа Джоукерова, у которой сын с аутизмом и требует особого ухода. Вот три женщины. Давайте мы просто обсудим, что делает Назарбаев с тремя женщинами. Этих женщин обвинили в том, что они участвовали якобы не в санкционированных митингах, якобы они являются теми людьми, которые поддерживают демократические выборы Казахстана. Ими инкриминируют 405-ю статью. И я хотел бы прокомментировать, что 405-я статья является не тяжкой. Она не предполагает, что людей нужно держать в тюрьме. И максимум все, что может принять судья, обратить внимание, по закону, это домашний арест. Это максимум. Что сделала власть? За участие в митингах этих женщин в марте, 1 мая, 9 мая и в июне, их значит задерживают, ну в июне они не успели, некоторые из них, их задерживают. Держат в тюрьме, держат в одиночных камерах, оказывают мощнейшее давление. У Гульзупи Джоукеровой сын требует особого внимания, особого хода. Их лишили средств к существованию. Заблокировали им возможность зарабатывать какие-либо средства для существования. Конечно, общество начало активно помогать. Я хотел бы в этой связи поблагодарить наших граждан, которые активно помогали, собирали денежные средства, отвозили продовольствие близким. Конечно, без этой поддержки им было бы очень трудно. Эти женщины проявили огромную волю, огромную стойкость. Несмотря на мощнейшие давления, несмотря на провокации, несмотря на то, что их запугивали в одиночных камерах, угрожали посадить на длительные сроки, там была масса всяких провокаций, и эти женщины выстояли. И сейчас на одну из женщин оказывается сильнейшее давление, чтобы она поддержала обвинения следователей, дала живые показания, пользуясь тем, что она временно находится под домашним арестом, ее запугивает, угрожает всякими проблемами, которые создадут комитетчики ее детям. Вот представьте, режим Назарбаева, как многие считают, такая гигантская машина, государственная машина, которая ворочает миллиардами долларов, у которой десятки тысяч полицейских воюет с тремя женщинами. За что? За то, что они якобы поддерживают демократические выборы Казахстана. За то, что они являются его участниками. Я хочу сразу сказать, что ДВК позиционируется тремя людьми, открыто. Это я, как один из организаторов демократического выбора Казахстана, Булат Атабаев, который проживает в Германии, и Жанна Бота. И все наши сторонники, они являются непубличными. Поэтому, когда власти предъявляют, что эти люди якобы являются членами демократического выбора Казахстана, они не смогут не предоставить никаких доказательств, никаких юридических доказательств не смогут, потому что не существует ни открытых, ни закрытых списков членов демократического выбора Казахстана. Как вы знаете, эта власть объявила нашу организацию экстремистской. Мы не понимаем за что, и этого никто не понимает. Судебное решение никому не показывает. То есть, оснований для этого никаких нет. Тем более, что многие из вас знают, что 13 марта было слушание Европейском парламенте по правам человека в Казахстане. И вышла специальная резолюция Европейского парламента, в котором четко сказано, что демократический выбор Казахстана – это мирная оппозиционная политическая организация. Мирная и оппозиционная. И в свете того, что Казахстан подписал множество разных международных договоров, которые по своему статусу выше, чем внутреннее законодательство, как вы понимаете, такого рода резолюция, она просто отражает ситуацию, что Казахстан продолжает нарушать свои международные обязательства. И ДВК не является никакой экстремистской организацией. Ну и представьте себе, сейчас вот идет такое преследование женщин. Сегодня начался суд над женщинами, которые в принципе не должны были даже по этим обвинениям находиться ни в тюрьме, ни в одиночной камере, тем более. То есть даже существующий закон не предполагает их нахождение, содержание под стражей. Они могут быть максимум под домашним арестом. Ну я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые друзья. Сейчас власть пытается сымитировать демократические процессы в стране. Что вот где можно выходить на митинги, если ты не экстремист, если ты хороший, то пожалуйста выходите на митинги. Вот сейчас любимая организация у Токаева, у власти, у соловья режима Ертезбаева и их дипломатов, которые постоянно посещают международные институты, как Европейский парламент, посольство, они везде, чтобы вы понимали, везде абсолютно говорят следующее. Что вот в стране митинги разрешены, люди могут свободно выражать свое мнение, что есть независимые средства массовой информации, что политические процессы в стране прозрачны, что есть, внимание, есть некая УАЯН Казахстан, которая двигается по стране, участвует в митингах и никаких проблем. То есть представьте себе, чтобы оппозиционную власть, структуру, которая так же как демократические выборы Казахстана, говорит о том, что нам необходима парламентская республика, это именно демократические выборы Казахстана, первый заявил, что мы будем добиваться построения парламентской республики. И вот нас обвиняют в том, что мы хотим, оказывается, изменить конституционный устрой. Так вот он, пожалуйста, то же самое. УАЯН вот недавно появился, через два года после того, как ДВК объявил свою программу и говорит то же самое. При этом без разрешения проводят митинги, нет никакого СОБРа, полиции, не блокируются площади, они не задерживаются, только те активисты, которые на взгляд власти являются, скажем, непровластными, каким-то образом, на их взгляд, они поддерживают программы ДВК, те активисты преследуются, их заранее задерживают, не пускают никуда в день митинга, привозят в полицию и все прочее. УАЯН, пожалуйста, никаких проблем. Мне все равно, на этот УАЯН или других, но я вам просто для чего это показываю? Для того, чтобы понимали, где правда, а где ложь. Если власть хочет продемонстрировать, что в нашей стране действительно есть какие-то политические свободы, не только у отдельной группы, типа Нуратан, или типа УАЯН, или ДПК новоявленные, власть, очевидно, должна освободить этих женщин, прекратить преследование. Иначе возникает ситуация, потому что мы будем говорить. А вот за что вот этих женщин задержали? Что у них такого обнаружили? Маленькие флажки с государственной символикой Казахстана, наши сильные, синие флажки. Им подбросили листовки ДВК, но, пожалуйста, листовки ДВК стоят открыто в сети. Там озвучена экономическая программа, политическая платформа, которая, между прочим, ваш любимый УАЯН тоже транслирует. И нет ничего там экстремистского. Все соответствует нормам нашей Конституции. И поэтому мы, конечно, будем говорить и за рубежом, и внутри страны, что эта власть лжет, что это подставные структуры, которые свободно бегают по городу и кричат УАЯН, Казахстан, УАЯН, Казахстан, фотографируется, полиции нет, СОБРа нет, спрашивается. СОБР, зачем бы сегодня суд над тремя женщинами и одним инвалидом второй группы пригнали автобусы СОБРом? Зачем и почему? Почему их не было на мероприятиях так называемого УАЯН или республики в Астане? Почему их не было? Потому что это подставные структуры. Теперь ваша следующая подставная структура ДПК так называемая. Мамай Дуванов. Мамай находится под пробационным контролем. Он идет, его вызывает пробационный контроль и спрашивает, а где ты был, Мамай, 26 октября? Он говорит, да я ходил на запрещенный митинг. А они говорят, нет проблем. Это же митинг. У тебя конституционное право. Иди, Мамай. К тебе никаких претензий. А что делает власть с этими женщинами? Они идут с детьми на эти митинги. С детьми, с маленькими. На мирные митинги. Где не нужно никакой полиции. Где ни разу не было беспорядков. Не били окна, магазины. Не избивали, не ломали ничего абсолютно. И этих женщин, матерей этот режим задерживает. Держит в тюрьме уже 5 месяцев. При этом по закону в принципе не имеет права даже содержать в тюрьме. Максимум под домашний арест. Лишает средств существования. К суду подгоняют машину с образцами. Вы видите, где правда их дел ложь. Кто со стороны на взгляд власти представляет опасность? Опасность представляет матери. А не представляет опасность какие-то ояновцы или тот же самый ДПК Мамай. Здоровые мужики оказывается вообще не представляют угрозу. Толпа этих провластных ояновцев тоже никакую угрозу не представляет. А вот три женщины у которой четверо детей у Оксаны Шевчук у другой ребенок который требует особого ухода и так далее они все многодетные матери они оказывается представляют угрозу. Уважаемые друзья мы видим как власть реагирует когда вы проявляете инициативу когда вы реально помогаете когда вы объединяетесь сегодня на суды этих матерей пришли около 100 человек поддерживающих совсем недавно были другие процессы когда приходили по 300 по 500 человек да это много это больше чем сегодня но вы должны понимать что это очень мало это мало в Алмате живет более двух миллионов человек если на этот суд придет хотя бы несколько тысяч человек вы должны понимать что все сразу изменится изменится сразу эти люди будут отпущены на свободу матери многодетные матери будут отпущены на свободу да наши судьи ничего не решают они выполняют политический заказ но мы знаем примеры когда пытались осудить Айгуляк Берды судьи судьи все-таки приняли решение и отказались осудить ее на 5 лет уважаемые судьи я говорю уважаемые потому что вы еще не приняли никакого решения вы тоже можете выступить против этой системы отказаться осуждать этих женщин проявить гражданское мужество и завтра вы не будете в том списке негодяев которые безусловно будут опубликованы все те кто участвовал в репрессиях против своего народа уральские были процессы над Альей Абулхаировой тоже непонятно в чем суть проблемы она просто выходила на видео выражала свою позицию и целая бригада полицейских пыталась ее захватить я еще раз напоминаю тут свободно по городу гуляет кричат Оян Казахстан свободно кто-то из ДПК признается что был на несанкционированном митинге а те люди которые даже не добрались до митинга они подвергаются аресту и преследованию я хочу обратить ваше внимание я хочу обратить внимание власти что своими такими тупыми действиями они просто раскрывают свои подставные структуры и в конце концов все их планы провести так называемые легитимные выборы прикрываясь этими структурами ни к чему не приведут будут снова провалы снова будут протесты и они в любом случае эти протесты в конце концов приведут к смене режима как это было несколько дней назад в Боливии что мы должны делать мы должны объединяться для того чтобы провести будущем более масштабные митинги мы должны объединяться чувствовать локоть друга чувствовать что мы не одни понимать что общество вас защитит и не бросит понимать что когда власть заблокирует вам карточки когда закроет вам возможность работать общество вам поможет Мы, только объединившись, можем добиться смены режима. Не могут единицы или небольшая кучка добиться смены режима. Смена режима добьется сам народ. Сейчас как раз та самая ситуация, когда мы можем объединяться. Никто нам не может запретить прийти на открытый процесс, судебный процесс, например, матерей или еще других. По многим городам проходят судебные процессы над активистами, которые выражают свою позицию и не готовы терпеть этот произвол со стороны режима. И поэтому мы, если будем объединяться, если будем приходить поддерживать этих людей, если на эти судебные процессы будут приходить тысячи, это будет большой шаг к тому, чтобы мы следующим шагом добились смены режима. Потому что сегодня, если на суды придут тысячи, завтра на митинги придут десятки тысяч. Поэтому я обращаюсь к алматинцам. Поддержите матерей. Приходите в суды, приходите сотнями тысячами и вы увидите, будут изменения. Если эти решения не примет сам судья, то это решение будет вынужден принять глава спецслужб, который управляет судьями в нашей стране, дает им команды. Он будет вынужден, потому что на эти суды будут приходить десятки, сотни и тысячи. И мы своим каждым действием можем этого добиться, не наблюдая со стороны, просто прийти в суд. Да, наверное, вы боитесь прийти на митинг. Да, эти выборы будут раз в 4 года, раз в 5 лет и так далее, я имею ввиду президентский и парламентский. Но сейчас идут суды и вы можете сделать свой вклад, проявить активность, не ждать у моря погоды. Именно ваши активные действия приведут к изменению в нашей стране. Алга Казахстан.